Что такое кораллы? Кораллы это спрессованные скелетики крошечных морских животных, которые называются коралловые полипы. Скелет полипа растет снаружи его тела. Он по форме похож на чашу, служит для поддержания и защиты тела полипа и растет вместе с организмом. Когда полип умирает, его скелет остается. Коралловые рифы и острова создаются из миллиардов и миллиардов крошечных скелетиков. Колония кораллов состоит из живых кораллов. Каждый из них прикреплен к основе, к скале, например, или скелетам более ранних поколений кораллов. Колонии кораллов можно найти во всех морях, но кораллы, из которых создаются рифы, обитают только в теплых, чистых и мелких морях. Глубина около 40 метров самая лучшая для них, хотя в некоторых районах мира коралловые рифы поднимаются с огромных океанских глубин. Загадка, как образуются коралловые рифы, была разгадана знаменитым естествоиспытателем Чарльзом Дарвинем. Дарвин знал, что земная поверхность изменяется. В одних местах возникают горы, в других земная кора опускается. Когда он изучал коралловые рифы, то заметил, что их можно разделить на три вида. Акаймеляющие рифы, барьерные рифы и атоллы, то есть коралловые кольца. Обобщив всю эту информацию, он предложил следующую теорию. Вулканический остров образуется там, где подводный вулкан поднимается над поверхностью воды. В мелководье вокруг острова кораллы образуют окаймляющий риф. Со временем вулкан затихает, остывает и начинает погружаться в море. В результате окаймляющий риф отделяется от острова широким каналом воды и постепенно разрастаясь превращается в барьерный риф. Если же вулкан погружается в воду полностью и исчезает, на поверхности остается только коралловый риф. Теперь он называется атолл, или кольцо кораллов, окружающих лагуну. К тому же сегодня мы знаем, что берега острова могут затопляться и подниматься так же, как может подниматься и опускаться уровень океана. Все эти изменения помогают объяснить причины возникновения коралловых рифов. Вот такой удивительный мир. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok